Митч Трубицкий Он хорошо чувствует себя позади онлайн, стараясь максимально продлевать розыгрыши. Отметим его умение бросать сходу и ускользать из конверта в случае блица, добирая ярды за счет ног. При пасе Митч использует всю ширину поля, уверенно исполняя передачи в даунфилд максимально близко к боковой линии. За три года игры в Северной Каролине Трубицкий лишь последний сезон провел в роли футболиста стартового состава. Два предыдущих он являлся бэкапом Маркиса Уильямса. Данный факт считается одной из главных проблем Митча. Отсутствие серьезного опыта может осложнить переход профессионала, сделав его более длительным. Почти 98% дропбеков Трубицкий пришлись на построение шотгана или пистол. Обучение работе с мячом из-под центра будет непростым и займет какое-то время. Кроме того, слабой стороной квотербека является игра под давлением, что и было продемонстрировано им в игре против Стэнфорда в декабрьском Сан Боу. Поражение 23-25, а сам мяч закончил с двумя тачдаунами при двух перехватах и точностью передач 59%. 22-летний игрок считается квотербеком двойной угрозы. Хороший пример последнего Кэм Ньютон. Сезон 2016 выдался для Трубицки ударных. Он заработал 3748 пассовых ярдов и 30 тачдаунов всего при шести перехватах, а процент комплитов достиг 68. Это пятый показатель нации по прошлому году. Если говорить о персональных и командных достижениях, то похвастаться Трубицки нечем. Поражение в единственном боуле и попадание в третью команду конференции ACC 2016. Позади обладателя Хайсман Трофи Ламара Джексона и его конкурента Дэшона Уотсона. И все равно, учитывая огромный потенциал и не очень хороший класс квотербеков, большинство аналитиков считают этого игрока лучшей опцией драфта 2017 на своей позиции. Однозначно, мяч Трубицки будет выбран среди первых десяти пиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА